Всем привет, Илья Маликов из группировки Harden.ru Добро пожаловать в самое большое, самое полное видео о нашем водном монстре Так называемый behind the scene Расскажем о том, как нам в голову пришла эта идея, как мы реализовывали, какие у нас были проблемы И как мы эпично финализировали этот проект Все началось с того, что я в очередной раз пересмотрел ролик Pipe Dream Робби Мэдисона Как он безумно на КТМ фигачит по волнам где-то в Азии, где-то на экваторе Понял, что никто в России до сих пор не сделал ничего похожего Да, были попытки проплыть, да, были успешные попытки ехать по воде Но это не было какое-то шоу, из этого кто-то не делал масштабный проект То есть это все было так попробовать хайпануть И, собственно говоря, сразу же я написал своему сокоманнику Даниле Миронову И мы решили, что мы можем это сделать Для тех, кто не знает, я Данил Миронов, инженер проекта мотоцикла по воде Ставший им с подачи Ильи, он просто позвонил и говорит Слушай, давай построим, как у Мэдисона Я говорю, не вопрос Думал, что все это уйдет в долгий ящик Я пожую сопли и он ко мне не будет приставать Но нет, через два дня он приехал уже с конкретными вопросами С конкретными задачами Я сказал, ну раз так, да, давай делать Был интересный вызов, я за это взялся Цель, наверное, меня как спортсмена и как инженера Перевешивает инженерная часть А спортивная, наверное, в эндуро больше Здесь интересно, фаново, но каждый должен заниматься своими делами Илья больше блогер, я больше сварщик Поэтому пусть так и будет Посчитали бюджет, бюджет получился колоссальный Потому на расходный материал, на постройку, на проектирование, на все остальное Почему-то нам показалось, что это классная идея Потратить деньги на вот такой проект Естественно, мы сделали презентацию И попытались найти спонсоров Более того, мы нашли крупных спонсоров с суммами шести нулей Но тогда бы этот проект пришлось бы сдвинуть наград И в 2020 году только первый раз по плей Поэтому мы стиснули зубы Нашли нашего основного партнера Это компания SVR Motorsport Которая является дистрибьютором итальянских мотоциклов SVM И, собственно говоря, они поверили в нас И выделили 500 кубов мотоцикл Который только был завезен в Россию Первый мотоцикл, который они привезли, он сразу пошел к нам Мы испытали его сначала в карьере Было сложно понять, каким характеристикам должен отвечать двигатель и мотоцикл, чтобы ехать по воде Поэтому просто в нашей печеном карьере покатались Он все заехал, нам в целом все понравилось И дальше началось самое трудное Потому что все, кто до нас строил водные мотоциклы Или пытался строить водные мотоциклы Никто не хотел делиться своими секретами Но это вполне понятно Такая тема хайповая И люди, которые внутри нее Не хотят делиться своими лайками, подписчиками и просмотрами Поэтому все, что нам получилось сделать Это сделать скриншоты с видео Робби Мэдисона И детально их приближать, изучать, как что он сделал Потому что Робби Мэдисон на самом деле отвечал на наши вопросы И он был на ВКонтакте Но когда речь заходила про какие-то нюансы Секреты или еще что-то Он сразу тему сменял или просто не отвечал Вот, поэтому пришлось делать У нас несколько раз менялась конструкция Данил подробно расскажет о том, почему мы все-таки решили Перейти к алюминиевому варианту А не к пластикату, как изначально пытались Почему алюминий я, мне кажется, говорил, а не пластик Но повторюсь Из пластика нам намного тяжелее было бы сделать такую форму Я эту форму, как Илья, мне предложил строить Сразу в голове я увидел, что должна быть форма именно такая Не плоская Не какой-то черный пластик просто с килями Не будет это правильно ехать и управляться Это должна быть больше форма лодки И все получилось Колесо, заглубление колеса Поэтому вообще было столько разговоров Мне столько людей писал Кто-то звонил Или я в какой-то момент Нет, давай заглублять глубже Я отказался И, наверное, не зря Все получилось Маятник, маятник Мы про него говорили Один из моих сварщиков сказал За такое попадают в ад Да, в один момент Когда я начал строить конструкцию Я поставил колесо в самое заднее положение И начал строить конструкцию Ну, не обращая внимания на то, что колесо почти не влезает в маятник Ну, делов-то Там цепь, звезды, что-нибудь придумаем И в какой-то момент я понял, что Если у меня колесо задвинется вперед То у меня начнет подвеска по-другому работать Геометрия И пришлось срезать маятник Тоже заняло это не так много времени Но это такое было волевое решение Спасибо SVR Motorsport, что они позволили нам это сделать Потому что им теперь его, наверное, придется поменять Или нам, или им Но в любом случае им придется купить маятник Аирбокс несколько раз переделывали Думали, что попадает влага Делали дренажи и так далее Влага не попадала изначально Но мы, тем не менее, герметизировали очень серьезно И все там всегда сухо Подрезали вот это место на аирбоксе Я не знаю, видно, не видно Подрезали, потому что оказалось При прыжках и даже при больших волнах Колесо доставало до аирбокса Также вся подвеска у нас на самом деле работает Кто-то спрашивает, типа, нужна ли подвеска на воде Варите ламы, зачем подвеска Нет, подвеска очень работает Она полностью складывается Здесь даже есть отметины от вот этих рычагов То есть она одна в одну входит Постройка заняла чуть больше времени, чем мы ожидали Около трех недель, да, около трех недель нас заняло То есть это супер быстро по отношению к тем, кто строил до нас Но при этом мы хотели еще быстрее, чтобы прямо в мае поехать Первое наше испытание было в мотопарке Вильяминова Там есть такой прудик Несмотря на то, что он очень небольшой Он достаточно глубокий Там тонуть было нельзя Мы создательно отказались от подушки Которая бы вскрывалась Поэтому если он уходит глубоко под нос За ним надо нырять В Вильяминова собралось огромное количество мотокрассменов А мотокрассмены, как вы понимаете Нас, индуристов, а конкретно наша группировка Харн Дуруру Не очень долюбливают Ко мне подходила куча людей Говорили, конструкция, фу, тяжелая, не будет работать Я сказал, да, 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 да И он поехал И туда все, ооо, ну вот вы можете, да Первый же проезд оказался удачным Да, рулить я вообще не понимал как Я просто открылся, держался И вот куда меня выбросило Там я и вышел Вот Три или четыре проезда у нас получилось сделать успешно И потом решили, что надо что-то добавить в видео И там был такой небольшой, ну где-то метр, метр или полтора Обрывчик Мы накопали у него трамплин И решили с трамплина прыгнуть в воду Посмотреть, насколько вот хватит ли инерции, чтобы вытянуть его дальше Или он сразу пойдет ко дну Неожиданно, но даже это нам удалось Да, то есть он прыгнул Я пролетел метров, не знаю, там метр четыре или пять Ну не очень много Но суть в том, что я с достаточно большой высоты Метра два приземлился в воду и продолжил движение Под конец, естественно, я отломал переднюю лыжу Потому что врезался, ну при заезде на берег Врезался в кочку И она просто ее срезала, эту лыжу Мы переработали полностью крепление передней лыжи После этого сделали иное Вообще цельно фрезерованный кусок алюминия огромный Чтобы все это держалось И все проезды с его выпрыгами, с его прыжками, с его врезаниями в бревна С вытаскиванием на набережной, по бетону Все это все выдержало Задняя лыж даже гнулась, но выдержала И после этого стало понятно, что можно выходить на большую воду Мы не нашли какое-то правильное решение, как согласовать этот проезд с ГИМСом, с МЧСом Потому что с МЧС, с которым мы общались, они говорили Ребят, мы вас поддерживаем, это хорошая идея Но мы не можем поддержать вас официально Потому что это небезопасная штука Если она останавливается и тонет, она не должна быть на воде И если мы будем вам помогать и пропагандировать Получается, что мы будем вас поддерживать И тем самым люди потом будут строить мотоциклы, тонуть А мы их будем спасать Поэтому лучше, чтобы этого не было И в общем, мы поняли, что даже если мы найдем какого-то ГИМСа, который готовый будет нас поддержать Это будет потом ему не на руку Ну то есть потом он может получить по шапке за это И в общем, мы решили сделать следующим образом В 5 утра в Строгино собрались с огромным количеством операторов Там 2 коптера, 3 оператора, куча гоупрошек было обвешано Для того, чтобы заснять наш проезд вдоль небоскребов, алой паруса Разгонялся я из-под горочки Зашел в воду где-то на 60 км в час На нашей задачей еще было замерить, какая максимальная скорость Мы хотели побить максимальную скорость Потому что у Робби Мэдисона было в районе 95 км в час 95-96 км в час Мы думаем, что сейчас мы соточку сделаем И еще и мировой рекорд поставим Ну, как вы помните, счастливчик, кто угадал количество километров в час Выиграл шлем 75 км в час Это была максимальная скорость, которая поддалась нашему водному монстру И первый раз, когда мне удалось повернуть на 180 градусов То есть я выехал к небоскребам И там на 180 градусов развернулся И попер обратно, нащелкивал передачу Скорость была, я считал, что просто лечу, как ракета Но в тот момент, когда начал разворачиваться еще раз Чтобы идти обратно на финиш Скорость была слишком высокая Или передача была слишком высокая В общем, мне не удалось повернуть И выплыть тоже не удалось Потому что там была, ну, где-то метра два с половиной бетонная стена И я, в общем, к ней подъехал Утонул, вокруг меня сплылись уточки Приехали катера Вот, и доставали Очень долго его везли обратно После этого родилась идея, что надо прыгнуть с трамплина Мы договорились с спортивной школой О том, что мы прыгнем с лыжного трамплина Вейкбордички нам не подходили Потому что они были слишком скользкие И слишком резкие Нам нужно было именно плавные Мы планировали этот трамплин закрыть лыжной резиной И по нему разогнаться Но буквально за два дня до предполагаемого заплыва Директор спортивной школы Лыжник, который прыгает с трамплина с воды Сказал, что они не могут нам предоставить трамплин Потому что думают, что мы его сломаем А он у них один И они не могут срывать сроки подготовки спортсменов Как в каким-то важном соревновании Ну, так мы уже собрались Приехали ребята-вейкбордисты На многомиллионном катере Было уже три коптера Нужно было со всех сторон поливать Чтобы можно было красивые кадры Опять же, приехал Дима Гостевский Которая взяла объектив Стоимостью в два раза больше, чем этот мотоцикл И вот где-то такого размера И я поехал И в какой-то момент Что-то пошло не так Причем сейчас мы уже сделали выводы Перепрошили мозги Поковырялись двигатели Сейчас уже нет таких проблем Но тогда она была И я затонул Дернул, естественно, киллсвич Дернул буйок Но затонул я на глубине где-то метр И такой, о, классно Сейчас мы его оттораним Спускаясь к мотоциклу И ухожу по пояс выл То есть там настолько была Болотистая местность Что стоять там было невозможно Подплыть на катере не было возможности Даже гидроцикл не мог там передвигаться Поэтому это была целая эпопея Вытащить его на берег Потом по берегу его тащить Через какие-то буераки Сложно, тяжко И мы не понимали Успеем ли мы еще сделать один заплыв Но быстро Данил среанимировал мотоцикл И мы были готовы к второму заплыву И на второй заплыв у нас была идея Так как это был катер вегабардический Даже вейксерфический У него была большая волна Он создает эту волну Я догоняю его И через волны две прыгаю Если у нас не получается прыгнуть с трамплина То хотя бы мы могли бы прыгнуть с волны И на последнем издыхании Когда мотор уже все там готов был глохнуть Я перепрыгнуто две волны В общем-то фактически приподнялся Двумя колесами, двумя лыжами от воды Это был определенный такой момент Который мы хотели достичь Перепрыгнул, но дальше уже продолжить движение Мне удалось метров 20 или 30 И снова он пошел ко дну После этого как раз у нас были большие дебаты Дебаты, дискуссии с механиками дистрибьюторов СВМ Они нашли где добавить мощности После этого мотор ехал идеально Следующий наш заплыв должен был отличаться от всех предыдущих И мы решили выбрать узкую речку Истра Почему Истра? Потому что она недалеко от нашего карьера Там есть мостик Мы несколько раз туда приезжали Проверяли все, где можно выехать Где можно заехать И мы устроили импровизированную зарубу Миронов ехал на эндуро-мотоцикле вдоль речки А я ехал по речке Естественно, по речке было гораздо быстрее Потому что у меня средняя скорость была 60 км в час А по берегу, где нужно было придать всякие препятствия Естественно, было гораздо меньше Я реально вот кайфанул Когда от того, что ты едешь по достаточно узкой реке Я думаю, что на метров 10 или 15 в ширину было Придолеваешь осоку, небольшие островки Прямо ты их переезжаешь Во все стороны разлетаются утки Там были такие порожки Относительно порожки, конечно, не горная река Но прям по этим камням, бревнам ты проезжаешь дальше В общем, действительно, очень было кайфово И каждый раз, когда что-то шло не так, я останавливался Речка была не очень мелкая И нам удавалось не потопить мотоцикл Выкатить его, просушить, прогреть и поехать снова То есть это была такая речка, которая позволяла делать ошибки Ну и в конце, когда мы уже поняли, что мы едем до конца Я поехал просто до того момента Я хотел выехать в Москву реку, честно говоря Но мне пригодили путь бобры Они построили плотину И там нужно было вот такую букву S проехать А дело в том, что меньше 40 км в час он уехать не может То есть он начинает тонуть Поэтому, когда я начал маневрировать, он ушел под воду В общем, ушел достаточно глубоко Вот, и... Ну, мы поняли, что все На этом наш заплыв завершен Напоследок, финал, честно говоря, он произошел совершенно случайно Мне написали, что в начале лета ребята из Watercross клуба Которые организовывают гонки на снегоходах по воде Это еще больше извращенцы, чем мы Они хотят устроиться за рубу Точнее не так Они пригласили нас на гонку Я говорю, ребят, ну нам это не очень интересно Потому что у нас пока не супер стабильно И, ну, не очень у вас интересная гонка Чтобы мы там топили свой мотоцикл В конце лета мы списались еще раз И решили, что мы устроим за рубу именно со снегоходчиком И основная идея была в том, что у нас есть три момента, в которых мы соревнуемся Первое, это максимальная скорость Второе, это управляемость То есть нужно за минимальное время объехать остров И третье, это дальность прыжка Причем трамплин был построен специально Для прыжка на снегоходе или на нашем водном мотоцикле По скорости, как вы помните, я смог бить свой рекорд У нас было 75 км в час А сегодня я поставил 77,4 км в час Я побил на, ну, почти 2,5 км Но, тем не менее, снегоходчик был быстрее У него была максимальная скорость 79 км в час Поэтому полтора километра в его копилке И он заработал первое очко И выиграл первый этап Второй этап, нужно было плыть остров Причем остров был такой, густо населен чайками Каждый раз взлетали Очень это было красиво Но поднялась небольшая волна И оказалось, что снегоходчик на небольшой волне Не может достаточно хорошо маневрировать на своем снегоходе И когда мы поехали Я шел сзади, но я понимаю, что ему нужно взять больше радиуса А мне короче Поэтому я за счет короткого радиуса Я его обгоню перед финишем И в какой-то момент я вижу, что не справляется с управлением И начинает потопление Ну, я понимаю, что второй этап, значит, будет за мной Моя задача доехать до финиша Естественно, я в душе немножко так превращаюсь в ту самую гиену Которую посмеиваться над соперником Провожаю его взглядом, чтобы GoPro записала всю картинку И стремлюсь к финишу К финишу я приезжаю, естественно Хорошо, что он затонул на небольшой глубине Он смог выехать на этот остров Там прогазоваться И уже финишировать спустя 5 минут, как я был на финиш Третье было самое такое страшное, наверное Самое предвкушаемое Потому что прыгнуть с трамплина У Робби Мэндисона есть три рекорда на водном мотоцикле Первый рекорд – это максимальная скорость Я об этом говорил в районе 96 км в час Второй – это максимальная дальность Он, по-моему, проехал в районе 20 км На воде без остановок И третий – это максимальная длина прыжка с земли на воду Ну, я понимал, что Робби Мэндисона, наверное, сложно будет перепрыгнуть Потому что, ну, он раскачегарил свой мотоцикл сильно И улетел действительно далеко Но мы решили пойти по-другому Мы решили все-таки поставить такой своеобразный рекорд Первыми в мире попробовать прыгнуть на водном мотоцикле На мотоцикле, неподредназначном для воды С воды и приземлиться на воду То есть трамплин должен был находиться в воде Был специально построен Федором, который, собственно, был моим соперником По вот этой зарубе из клуба Водеркросса Построен этот трамплин, мы привезли бочки В сумме, сколько там, 1200 литров бочек Мандраж был ого-го То есть ты вроде понимаешь, но да, ты упадешь в воду Да, вода холодная, но ты и так уже как бы почти весь мокрый и замерз Но все равно как-то вот это действительно было прям очень волнительно Потому что прыжок предстояло сделать первый раз Первый раз я прыгнул не очень с большой скоростью Но улетел по заверениям Данилы, который следил метров на 7 Второй раз я же раскочегарялся на полную Это как раз те самые 60-65 км в час Которые вот он, ну, выдерживает А, 70-75 км в час В момент того, как я зашел на трамплин Произошло то, чего я больше всего боялся После того, как прыгнул снегоходчик Он сильно намочил Ну, я, наверное, тоже намочил этот трамплин И трамплин, фанера была уже скользкая И на этой скользкой фанере я начал поскальзываться Я переживал, что меня начнет крестить Я зацеплюсь лыжей И пойдет вообще хайсайт Вот, ну, в общем, вылетал я с трамплина Уже в скрабе, в випе, в черт пойми в чем В общем, боком И я понимал, что все Ну, как бы, я сейчас приземляюсь в воду И вместе с мотоциклом хожу под воду Потому что я лечу боком И как его выровнять, я не знаю Я не знаю, как выровнять-то мотоцикл на мотокроссе А как на водном мотоцикле перед приземлением в воду И же делать это тем более Ну, каким-то чудом я приземлился боком Видимо, не слишком под 90 градусов И у меня хватило инерции И лыжа отработала так Что мне удалось выйти вот из этого Бокового приземления И выйти снова на берег Снегоходчик на второй прыжок Утопил свой снегоход Субъективным мнением судейской коллеги Кто будет монтировать это Ну, монтировал это предыдущее видео Принял решение, что, в общем, за мотоциклом И третий этап Так что счет 2-1 Несмотря на то, что снегоходчики едут быстрее И давно уже плавают Им не получилось превзойти нашего водного монстра Вы сейчас все спросите Ну, не все, а многие спрашивают Почему я не гонял сам На последнем проезде я хотел прокатиться Но что-то пошло не так с ветром Погодой и сел аккумулятор На мотоцикле Ну и, честно, было холодно Мне не очень хотелось Илья вам забыл рассказать Про одно из, наверное, знаковых мероприятий Это первый проезд по воде Где мы были приглашены на мероприятие Не просто катались для видео А это был день города Шоу безумцев делал Мэдмен Это Павел Антонов Наш товарищ, фристайлист И он там делал с своими друзьями Ну, не знаю, у него там шоу, наверное, какое-то есть Он нас позвал У них фристайловая рампа для BMX-ов Для мотиков стояла прямо на набережной На асфальтовой, где-то метр от воды И идея была в том, что мы помчим по набережной Как будто на рампу Потом Илья сворачивает на воду И дубасит по воде А на воде в этот момент куча зевак Куча людей приплыли на лодках, гидроциклах, яхтах Посмотреть шоу с воды Также там ходят огромные рейсовые теплоходы Там на сколько-то тысяч человек Многопалубные Ну, очень так зрелищно, красиво Илья прыгал, ездил Снова прыгал, снова ездил Зрители были в восторге Но в какой-то момент У него заглох мотор Почему заглох? Потому что я забыл его забравить Это очень смешно И, конечно, косяк мой, как механик В таком виде спорта, как мотоспорт Механик не должен косячить Но произошло, что произошло Мотоцикл ушел под воду Где-то метров на 10 Может, я вру на 7, ну, 5 Ну, глубоко Буй наш всплыл, все отлично Илья нырял несколько раз По вот этой веревочке тоненькой От буя, чтобы зацепить силовой канат Который мы будем поднимать на мотоцикл В какой-то момент он нырнул Его нету, нету Я думаю, нырять, нырять Я уже собираюсь нырять Всплывает Всплывает Илья С такими глазами Как будто он там встретил кого-то Кроме своего мотоцикла На самом деле у него зацепился Мотобот За клубок веревки нашей И, конечно, в этот момент Он, ну, мы оба задумались Еще больше задумались о безопасности О том, нужно ли это, знаете, такая Что-то щелкнуло Конечно, мы начали серьезнее относиться И к подготовке, и к заездам Говорят, на воде не опасно Нет, опасно, везде опасно После этого Илья стал еще ближе, наверное, к этому мотоциклу А я больше не косячу При заливании топлива в бак Так что и такие у нас истории были Ну, в общем, мероприятие было классное Это первое мероприятие Наше единственное на водном мотоцикле Со зрителями, с шоу, с ведущим С автографами Было очень интересно Классно, спасибо, Паш Следующая постройка займет больше времени Больше подготовки Больше инжиниринга В плане... То есть это надо будет уже создавать 3D-модель Будет другая подвеска Уже не такая кустарная Тут везде будут стоять шарниры Подшипники или ШАЭСы Будут цельно фрезерованные рычаги Может быть, добавятся амортизаторы Полностью другая будет задняя лыжа Геометрия будет такая же, как в настоящем гидроцикле Тоже будет карбоновая У нас с собой всегда будет одна запасная карбоновая И эта карбоновая будет прикручиваться к алюминиевой рамке То есть принципиально другой будет подход к постройке То есть мы это построили, Илья говорил, за 3 недели Но фактической работы, наверное, было неделю Остальное там думали Пока решали что-то Ждали материалы Переднюю лыжу чуть-чуть перестроим В принципе, она всем устраивает Но я бы сделал больше килей Прям в самой плоскости сделал бы направляющие Для воды И сзади тоже будет На карбоне прям форма будет очень интересная Мотик будет совсем по-другому управляться Ну и рекорд скорости В следующем году, я думаю, мы побьем Потому что побьем Пишите комментарий И, пожалуйста, вот в комментариях посоветуйте Только не советуйте тот мотоцикл, который у вас А посоветуйте, на каком бы было бы правильнее С вашей точки зрения, с вашей инженерной точки зрения Мотоцикли построить А может быть, это вообще полноразмерный будет дорожный мотоцикл Литр, эрка какая-нибудь То есть предложите что-то с обоснованием Не просто там возьмите GR7, потому что я езжу на нем в деревне Нет, а предложите с обоснованием Хорошая герметичность, там, я не знаю Хороший момент, не боится воды Ну и так далее Но опять же, если вы являетесь производителем Или дистрибьютором мотоциклов То топите свои мотоциклы И предлагайте свои варианты Может быть, именно на базе вашего мотоцикла И будет строиться следующий водный монстр Но в целом, да, мы только рады Если вы являетесь производителем воды Воды Или вот такая скважина Лодок Опять же, пишите В 2020 году мы будем делать более масштабно Мы поняли Ну, что это нужно людям А причем Что это заходит, да Когда мы ездим, ну уже вроде Ну, ездили, ездили, неинтересно А когда мы приехали в Тверь, в Туже Подходят ребята и говорят Мы смотрели видео Я не думал, что я увижу его вживую И у него прям такое восхищение было на лице И через это ты понимаешь, что да Можно съездить, сделать роудшоу по городам И показать его вживую Причем может даже не плавать, не обязательно Людям интересно посмотреть на вот это вот создание На самом деле, спасибо вам большое за просмотры За комментарии За помощь в распространении Потому что если бы этот ролик смотрели 100 человек А не 100 тысяч человек Вряд ли мы поплыли бы второй раз даже А если мы сплавали, сколько, 6 раз Почему это финальная версия? Ну, во-первых, нам нужно вернуть мотоцикл дистрибьютору А во-вторых, начинается зима И зимой тоже есть разные забавы Вполне возможно, что скоро вы увидите видео Как мы на мотоцикле с гусеницей и с лыжей На сноубайке поедем по воде через лед В общем, все возможно Пока